Привет, ребята. В этом выпуске мы рассмотрим древнего индуистского архитектора по имени Вишвакарман. Это очень известная личность. Но, как говорят историки, мифологическая. Но все, что они нам говорят о нем, неверно. Эта девятисотлетняя резьба изображает Вишвакармана с несколькими головами и с различным оружием. Это стандартное объяснение, которое мы получим от доминирующей истории. Но это в корне неправильно. Если у этого бога несколько голов, то почему центральная голова выглядит старше, в то время как у двух других голов лица намного моложе? И посмотрите на оружие слева от вас. Это вообще не оружие. И на самом деле голова слева от вас смотрит прямо в это устройство. Так кто такой Вишвакарман? Согласно древнеиндийским текстам, Вишвакарман был архитектором, который построил и совершенствовал такой великий город, как Дворака. А также он построил и многие древние храмы. Зная, что он архитектор, почему историки говорят нам, что в его руках оружие? Архитектор не нуждается в оружии. А теперь задумайтесь вы. Зная, что он архитектор, подумайте, что это за устройство, в которое он смотрит. Наверняка многие догадались. Он использует теодолит. Для тех, кто абсолютно далек от строительства, поясним, что такое теодолит. Встречали ли вы вот таких инженеров-строителей, строящих дороги или какие-нибудь другие объекты, и смотрящих в какой-то прибор на треноге? Это и есть теодолит, он похож на маленький телескоп. А теперь сравните, как похоже то, как смотрит современный инженер в теодолит на то, как эта левая голова смотрит в свое в кавычках оружие. Это идеальное совпадение. Но зачем нужен теодолит? Он используется для измерения кривизны поверхности. С его помощью, перед началом строительства, строители убеждаются, что нужная область идеально ровная или горизонтально выровнена. Но для работы с теодолитом одного человека недостаточно. Нужен второй человек, который будет держать специальную линейку в точке измерения, на которую первый будет смотреть через теодолит. Итак, с одной стороны у вас должен быть теодолит, а на другой стороне у вас должна быть нивелирная линейка. Это именно то, что мы видим в другой руке этой статуи. Это нивелирная линейка. Конечно, маркировка исчезла из-за эрозии, но она хорошо видна на других барельефах Вишвакармана. Например, это хорошо видно на этой статуе. Это из храма Солнца в Мадере, построенного около тысячи лет назад. Другие статуи также показывают четкую маркировку линейки. Если смотреть только на одну его руку, вы можете подумать, что это просто линейка. Но уж никак не оружие. Но если вы посмотрите на всю картину, вы увидите, что Вишвакарман использовал нивелирную линейку и теодолит для обследования строительных площадок. Глядя на древние постройки, мы часто удивляемся, как древние строители выравнивали площадки для строительства своих сооружений. Даже на горных вершинах они смогли создать идеально ровную плоскость, а затем построить храмы. Теперь мы можем понять, как они этого добились. Древние строители довольно четко вырезали все детали. Это не многоголовый бог. Здесь показано, что несколько человек работают на одном и том же участке. Один парень смотрит в теодолит, другой отвечает за линейку, а старший парень с бородой, это руководитель. Вот еще одна тысячелетняя статуя, которая показывает ту же иконографию. Но тут мы видим двух парней по сторонам, держащих те же самые устройства, и старшим парнем посередине. Вероятно, это самое правильное изображение Вишвакармана. Почему? Потому что мы всегда думали, что Вишвакарман был одним человеком. Но, возможно, это обозначает команду древних инженеров. Это точно так же, как сегодня, на одном месте, работает целая команда инженеров. Исследуя различные барельефы Вишвакармана в древних храмах, вы встретите различные комбинации лиц. Иногда все лица молодые, иногда все лица пожилые, а иногда и сочетание молодых и старых. Итак, мы поняли, как Вишвакарман достиг идеального горизонтального уровня по оси Х. Но как он или они достигли вертикального совершенства по оси Х. Потому что, когда вы исследуете древние индийские сооружения, вы никогда не встретите наклоненных памятников. Стены храмов не имеют никакого наклона, если только строители не хотели добиться этого наклона. Что сегодня мы используем для измерения вертикального совершенства? Это устройство называется отвес. Он имеет форму волчка, и его подвешивают на тонкой веревке. И это именно то, что мы находим в руке Вишвакармана. Исследуя множество барельефов и Вишвакармана, вы придете к выводу, что то, что он держит, выглядит точно так же, как отвес. Что еще более удивительно, так это то, что сегодня у нас есть механизированные отвесы. Мы можем нажать кнопку одним пальцем, и веревочка отвеса высвободится, и ее можно вытянуть. Или наоборот. Нажав на кнопку, вы смотаете веревочку обратно в корпус. А теперь посмотрите на его палец. Почему он показан с одним пальцем, расположенным в определенном месте? Многие будут утверждать, что это не устройство, а просто горшок с водой или что-то такое. Если это так, почему он должен использовать один палец так, как это показано здесь? И эта деталь показана не только в одном барельефе. Это показано почти на всех барельефах Вишвакармана. И везде ясно видно, что он использует один палец, точно так же, как мы сегодня нажимаем на кнопку. Дальше, больше. Придя к пониманию, что в руках Вишвакармана геодезические инструменты, давайте посмотрим на то, что еще он держит в руках. В одной из его рук мы видим длинный цилиндр. И посмотрите на то, как он уходит в землю. Вероятно, что это почвенный зонд, которым перед началом строительства определяют характер и прочность почвы. Сегодня мы используем зонд для почвы, который в точности похож на тот, что держит в руках Вишвакарман. Это длинный цилиндр, который входит в землю, а затем мы можем исследовать взятый образец почвы. У нас есть археологические свидетельства того, что исследования почвы проводились тысячу лет назад. У нас есть надписи, подтверждающие это. Храм Брихадисвара в Танджавуре был построен только после того, как на месте его строительства были проведены обширные исследования почвы в различных местах. И это место было выбрано потому, что почва подходила для такого строительства. А теперь посмотрите на другую сторону. В еще одной руке Вишвакармана мы можем увидеть бисерные четки. Другое их название Маула. Их использовали для вычисления сакральной геометрии с использованием числа 108. Ролик о числе 108 вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Итак, мы увидели и осознали измерительные инструменты в руках Вишвакармана. Но как насчет инструментов для строительства самой конструкции? Как они строили эти невозможные структуры? Возможно, ответ заключается в том, что еще держат в своих руках Вишвакарман. Он показан со странным инструментом, аналогов которому сегодня, скорее всего, нет. У этого инструмента есть несколько поворотов. Это должно быть какая-то сложная технология, которой сегодня у нас еще нет. Подумайте о нашем человеческом уме. Мы можем осознать, что это древний теодолит только потому, что мы заново изобрели теодолит в наше время. В противном случае мы, а историки так и делают, подумаем, что это какое-то оружие. Мы можем понять только то, что уже видели. Поэтому, если мы еще не изобрели такой продвинутый инструмент, мы не сможем его понять. Возможно, в будущем кто-то создаст такое устройство, и тогда мы узнаем, что это на самом деле. Но сегодня нам никто не мешает подробнее его рассмотреть. В то время как на некоторых барельефах изображено это устройство с поворотами и завитками, в других барельефах вишвакарман изображен с куполообразным устройством. Но как ни странно, почти все эти устройства имеют разделенную ручку. У них нет единого стержня ручки. У них два разделенных стержня, которые напоминают современный камертон. Сегодня мы только начали понимать силу вибрации звука, но возможно ли, что древние строители были намного более продвинутыми, чем мы, и использовали резонансные устройства. Удалось ли им, манипулируя звуком, построить эти необычные храмы? Разбираясь с историей древнего архитектора по имени Вишвакарман, вы столкнетесь с проблемой. Дело в том, что его очень трудно отличить от индийского бога Брахмы. Они оба изображены с похожими чертами во многих храмах, а также в древних индуистских текстах. И даже само слово Вишвакарман означает тот, кто создал мир. Не мудрено, что историки принимают его за мифологического бога. Но возможно ли, что Вишвакарман, это первоначальная группа архитекторов, которые создали всю человеческую цивилизацию? Может именно поэтому мы видим сегодня эти невероятные храмы. Особенно монолитные, такие как храм Кайласа. Ролики о этих храмах вы можете посмотреть по ссылкам в правом верхнем углу экрана. Наше нынешнее понимание древней индийской истории очень ограничено, потому что мы смотрим на древних строителей свысока. Мы предполагаем, что они были менее изощренными, чем мы. Поэтому люди автоматически отвергают возможность существования древних продвинутых устройств и приписывают этим изображениям более простые смыслы, такие как бытовые предметы, оружие или украшения. А что думаете вы? Использовали ли древние строители передовые технологии? Или все было построено при помощи примитивных инструментов? Пишите ваши мысли в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эль Мукон.